Добрый день всем пользователям сайта Комсомольской правды. Сегодня у нас в гостях участник шоу Адской кухни телеканала 111 Гея Хучуа. Здравствуйте, Гея. Здравствуйте. Первый вопрос задает Антониум. Так, на украинском сейчас переведу. Гея, чувствуется ли сегодня на ваш взгляд гастрономические отличия в глобальном мире? Гастрономические отличия в глобальном мире? Да, ну изменились ли какие-то гастрономические пристрастия с течением времени? Наверняка меняется. Наверное, меняется, все поменялся и все меняется. Ну меняется все и поменялся. Не знаю, как это. Давайте следующий вопрос от Артура. Георгий, как на вашу жизнь и поварские качества повлияла Адская кухня? Я думаю, что на всю жизнь повлиял, кто там участвовал. Больше узнаешь, больше знакомишься. Ну другие взгляды на все уже. После Адской кухни, появлялись новые идеи, новые блюда, новые отношения. Кто же, люди, которые там участвовали. Ну всем спасибо. За опыт. Вы не жаляете, что пришли на проект? Да нет, я вообще не жалю. Я рад, что попал. Много чего можно было научиться. И хорошо, что я максимально только время продлился. И это хорошо для меня, что много чего научился и много чего не знал. А кто вас подтолкнул на участие в проекте? Следили ли вы за первым сезоном? Ну, как я повар, я следил. Просто интересно было, что там происходит. Что 7 человек, 6 человек не мог накормить сезон. Просто интересно было, что там такое. А подтолкнул на шоу, это жена моя. Просто она позвонила, я был на работе, и она говорит, что надо заполнить анкету. И вот в телефонном режиме заполнили анкету, и попал туда. Стас Шальнев спрашивает далее. Здравствуйте, когда вы проходили кастинг для того, чтобы попасть на программу, были ли возрастные ограничения? Мне сейчас 14 лет, в ближайшие 5 лет хотела попасть на программу. Подумаю этой. Я не знаю, наверное, ограничения будут, там, и сороченнолетние, ну, такие. Для меня никаких ограничений, но для участия наследия, я думаю, что пока молодой. А что для вас было в самом сложном направлении? Многие говорят, что это замкнутое пространство, что там не давали общаться с близкими. Что для вас было в самом сложном? Ну, самое сложное, это замкнутое пространство. И для меня было самое сложное. Ну, тоже, когда вот в конце остались 5 человек, там, ну, общаться с этими четырьмя. Вот, не то, что там я с ними не дружу сейчас или не общаюсь, но просто, наверное, у меня менталитет другой, воспитание другое, и как-то вот не получилось. И это было самое такое. Вам сложно было с ними общаться, да? Ну, да. Ну, по-моему, потому что у меня другое воспитание, другой менталитет, я все по-другому, ну, у меня по-другому все. И они там, у них, они все равно там здесь выросли, у них другое воспитание, другой менталитет, и как-то они там... Ну, то есть вы были в одиночестве фактически, когда осталось 5 человек, они там между собой общались, а вы... Ну, да, когда сначала там у вас там были 16 человек, и как-то легче общаться, потому что 16 человек там, это с одного что-то узнал, с другого, с таким образом пообщался, и как-то отвлекаешься от этого. Потом уже замкнутое постранство, еще вот меньше-меньше людей остаются, и уже как-то вот напрягается. Кто-то, по-моему, Анелия рассказывала, что она училась также и у других участников проекта, не только там у шефа, но и у других участников, и, возможно, что-то давала от себя другим участникам. Вы чему-то научились на проекте именно от участников? Ну, конечно, научился, потому что 16 человек, ну, лично у меня 15 человек, у всех свои взгляды, свои там понятия, наши кулинарии, там, кто-то сделает по-своему, 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 там. Ну, что-то учишься, что-то видишь, может, кто-то что-то не доделает, и потом уже сам доделываешь это. Так что, я думаю, что я там учился, и, ну, есть такие-то идеи, там, кто-то не доделал, а у меня идея, что как-то доделать это блюдо. Юлия Кожемякина задает следующий вопрос. Добрый день, Георгий. У вас недавно родился четвертый ребенок. Ваша супруга в декретном отпуске, вы только что покинули проект. Как собираетесь существовать? Поступают ли интересные предложения работы? Вы сейчас работаете где-то в ресторане? В ресторане работаете, да? Я работаю, да. А поваром? Я работаю с шеф-поваром. Это до проекта вы тоже были шеф-поваром? Или, возможно, после проекта вас повысили? Да нет, до проекта я был шеф-поваром, после проекта у меня есть большие предложения, у меня есть там много, ну, поступили предложения, но я не хочу торопиться, я не хочу там необдуманно что-то сделать, я просто отдохну, подумаю, а потом уже там что-то решу. Вопросы от Надежды. Здравствуйте, Ге, а в каком возрасте вы приготовили свое первое блюдо, и что это было? В каком возрасте что это было, я точно не помню, но на кухню я пошел 19 лет. Работать? Работать. А первое блюдо, я сейчас не буду врать, что в 9 лет я какие-то сухарики, и сперчили, и там что-то такое. Я не помню, не припоминаем такое. Ну, а откуда пошла такая вот страсть к кулинарии? У вас кто-то там в семье любит готовить? Ну, в семье всегда там, ну, грузинская семья это такая, что всегда гостеприимная, всегда гости, всегда там родственники приезжают, гости приходят, и всегда там дома просто готовили, наверное, оттуда и пошел. Ну, всегда интересно было. Что вы любите больше всего готовить? Я не могу сейчас точно сказать, что я люблю больше всего. Все, что я готовлю, я люблю готовиться. Вопрос от Аристаха. Гея, зачем вам вообще этот проект? Вы самодостаточный человек, ну, к чему терпеть придирки адского шефа? В адский шагу и друг. А, вы были знакомы? Да, нет, мы не были знакомы, но сейчас у нас хорошие отношения, там и дружи. А вот там пошел просто посмотреть, что это такое интересное было, и опыт это большой, и спасибо всем. Это будет не то, что там пошел и веселиться, и что там такое, просто пошел за опытом, и пошел, и пошел. Ну, у вас на кухне, вы тоже шеф-повар, у вас на кухне тоже такая накаленная обстановка, как вот на шоу показывают, вы также кричите на своих подопечных? Иногда бывает, что надо накричать, иногда бывает, что надо что-то там сделать, но... Ну, надо же быть, что на кухне была идеальная чистота, и все нормально. А чем... Ну, приходится иногда накричать, там... Бывает. Я не отрицаю. Ну, вы такой же жесткий, как аромно-закан? Если на кухне не быть жестким, тогда это уже не кухня, и... Ну, на кухне надо быть жестким, чтобы было все идеально, чистота и свежие продукты. С вами со кухни кузня. Ну, это хорошо. Катерина спрашивает, Гея, на шоу вы стараетесь угодить каждому гурмана, а скажите, сами в реальной жизни чем питаетесь? Вообще, и обращаете ли внимание на оформление блюда? Ну, человека питаетесь? Да, что едите? Вы гурман по жизни? Ну, я люблю вкусно кушать, как вкусно готовить, так и вкусно кушать. Я не покушаю, там, если блюдо мне не нравится. А украсить, смотря что и как, ну... Я люблю все по-домашнему. Ну, в ресторане, там, естественно, оформляют и украшают блюдо. А дома, дома как вы не оформляете, как вы стараетесь? Да, нет, дома я люблю все по-домашнему. Или по праздникам, может быть? Ну, по праздникам, как, я, ну, стараюсь каждый воскресенье, там, с семьей, там, собраться, что-то покушать, что-то приготовить, чтобы все вместе сели за столом. Ну, естественно, там надо, что все будет красиво, как и стол, так и блюдо, так что, на все надо внимания бросить. Ну, а насчет гурмана, вы там, допустим, любите устрицы или что-то такое вот экзотическое? Да не, я попробую все и буду пробовать все, но я не могу сказать, что я все люблю. Ну, так, ну, на любителя, наверное. Хорошо, а было ли что-то такое экзотического, то, что любят гурманы, что вам пришлось попробовать, но жутко не понравилось? Ну, такого пока не было. Ну, я не припомняю. Все нравится? Ну, все, что я, ну, если даже не понравится на вид, я не могу попробовать. Есть такие блюда, которые мне не нравятся, там, я не смогу и укушить. А если вам блюдо внешне не нравится, как оно выглядит, то вы его не будете даже пробовать, да? Ну, пробовать, может, попробую, но если это будет там какой-то там кузнечик или там, это я не покушаю, я не попробую. А вот Катя спрашивает, свободно ли сердце такого обаятельного мужчины? Ну, видимо, занята, раз у вас жена и четверо детей уже. Она пролетела. Хорошо, тогда следующий вопрос от Ани, Гея, добрый день, расскажите, важны ли для вас кулинарные умения вашей супруги? Умеет ли она готовить? Хорошо ли готовит? Ну, она готовит, вкусно готовит, и мне нравится, как она готовит. Я на работе не покушаю, приду домой, она мне яичницу пожарит, и это для меня самое вкусное. яиц, все. Я не могу. 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 просто для меня это очень просто хорошо а какое блюдо которое готовит ваша жена вам очень очень сильно нравится вы просите ну вот так хочется приготовь пожалуйста для меня такое блюдо один раз мы ездили отдыхать там ну друзья пригласили в моей жире 18 июра держали у меня 19 ты просто там кушали в казацком селе там кушали там был такой кулич но я никогда не пробовал вот это и просто потом попросил моей жене что она приготовила ну что это такое просто там я не распробовал а дома она потом приготовила анжела спрашивает далее георгий нравилась ли вам манера поведения романа цаканова отличается ли он реально в реальной жизни того от кого шефа которого привыкли все видеть на экране но если честно он ну честно ну было такое что он реально там надо было то что-то выбросить потому что это нехорошее блюдо и наверное в ресторане своим ресторан такой не подает и потому так себе увидят потому что если некачественное тогда не выходит в зал ну это правильно я считаю что это правильно ну кричал потому что там ну один рассказали второй третий четвертый ошиблись а ну и наверное тоже приходится кричать и как-то по-другому общаться что дайте до такого рода человека что это неправильно много ли блюд приготовленный хламе пошло в корзину которая забрать забраковала романа циканов у меня в корзину не одной потому что один раз в смачке пережарим много и пришлось покушать потом пошли для мур интересуется гия вы же восточных кровей на адской кухне только и показывали что кто с кем зажигает а вы как-то в стороне остались в этой теме как же так как же так у меня жена дети сейчас еще не потому что они такого не будет и не было хорошо меня вот еще один вопрос она я говорила что в первом сезоне было больше показано кулинарного шоу учили готовить как правильно готовить блюдо во втором сезоне больше показывали какие-то личные взаимоотношения вам так не показалось что было мало кулинарных моментов в принципе кулинарных моментов было очень много это кулинарное шоу там там готовишь там реально рестораны там для людей готовить к тем с кем кто зажигал и кто там кого показывает кто там это но я не знаю не хочу даже снасти не хочу там большего цель кто пришел для зажигать друг друга я не знаю кто пришел кулинарного шоу а первый сезон досмотрели как-то наверно вас огромный кулинарный опыт наверное специально не готовились перед кастингами я даже я просто даже не готовится не было такого что давайте приготовлю что-то или давайте придумаю что-то просто дополнили анкету и вас пригласили и все не было хочет и тренировался спрашивает марфа расскажите были ли у кого-то на проект служебные романы или интриги какие моменты не вошли в выпуски так и остались за кулисами многие моменты не вошли но я сейчас не могу сказать кто с кем ну все видом по телевизору не знаю кто там что увидел кто с кем я не знаю но мне интересно и не было интересно никогда кто сказал хорошо а сейчас вот вы просматриваете эфиры которые выходят ну да я смотрю были ли моменты которые вот на самом деле было так а смонтировали по-другому было ли что-то в эфирах что вас не устраивало монтаж есть но я не могу сказать что с первой серии показали концы или станция посмотрели показали какой-то ситуация не перекручивали я смотрю программу я на себя смотрю первую очередь и такого не было того что вот я что-то сказал и это нереально или там что-то там видите себя там с экрана телевизора как какие какие чувства испытываете возможно каких-то моментах повели бы себя по-другому они сейчас я бы не сказал бы что если перемотали бы назад я повел без себя по-другому я там пришел я не готовится все что было это все так много я даже не хочу об этом думаю что вот и тот момент я взяла бы по-другому или там тот момент я взял по-другому ну как было так и было то есть ни о чем не жалеете не жалеешь мило спрашивает далее если арам откроет таки свой ресторан пойдете к нему работать почему через такую паузу она все не так однозначно ну то есть вы задумались перед тем как ответить то есть это явно не у меня сразу хорошие отношения даме и уважаю человек профессионал дам узнать его дела так что если я такого человека будет предложение с удовольствием соглашусь потому что это этого человека можно очень много научиться и у нас хорошие отношения у нас нет таких отношений что в киеве хорошие отношения человек профессионал можно научиться и с удовольствием вы сказали что вы сейчас в дружеских отношениях не сложно ли не помешает ли допустим работать вместе друзьям работа это работа дружба это дружба на работе я думаю что если надо будет мне дать замечание это замечание это я не приму как вот трубные как сделать замечание работа есть работа дружба это дружба это никогда я не спутывал эти отношения там по дружески или там это работа работа дружба дружба надо это замечание значит даст замечание сейчас секундочку жмот пишет нам дальше по вашим прикидкам как как правило за ужин какая сумма в виде выброшенных блюд улетала в мусорное ведро с подачи шефа я никогда не считал я даже не знаю сколько это стоит и я даже не хочу это считать сейчас считать что выбрасывал тоже там время нету на это считать и не обращая на это внимание сейчас считать там сколько ушло шоков это после того что смотришь петрова там пол ведра технику там не знаю деликатесов лежит и прочее что как вы сами не сделали сам его достались ну а те же сморчки которые вам пришлось перед пережарили при вам пришлось и сколько не стоит тогда шиб сказал что в 6000 или 70 рублей на 4 это где-то больше тысячи до 6 тысяч за 10 килограмм ну там целая партия приходила откуда я знаю сейчас сколько ну это большой партия и большой ящик или упаковка там а сколько на приготовление того блюда сколько надо было по весу примерно я не помню сейчас там была такая ситуация что надо было приготовить на 20 заря я пожарил на 5 внутри это пережали просто там был дурдом и никто не услышал сколько надо как надо это просто и а доедали допустим блюдо которые шеф забраковал там сами сами вот сморчки василий безработный георгий будете ли вы как и раньше работать в ресторане может быть стоит задуматься о смене профессии раз уж выиграть не удалось пока я не думаю сейчас мы дальше что будет я не знаю пока я не думаю что вот я ушел из проекта я все не буду повара потому что я не выиграл или там такое ну честно говоря другой вопрос возникло после того как получаться вы свой этот ресторан не хотите открыть потому что ну как-то человек либо не смотрел шоу по моему опять-таки я свое мнение вы скажу один из наиболее достойных по крайней мере так держались ну не знаю у меня впечатление не повара совершенно поэтому вы достаточно харизматичный то есть я понимаю что конечно на одной харизме ресторан не открывается но я думаю что придет то время когда я открою свой ресторан но у меня есть идеи какие-то своего ресторана там я всегда думаю я себя там как-то это шлифую да что это дело чтобы то есть идея должна быть идея есть но до конца дойти надо много чего делать это не так что вот раз-два ресторан есть надо очень много моментов продумать там очень много я думаю что придет время когда будет у меня свой ресторан чем-то принципиально будет отличаться то есть я уже общаюсь с участниками мятской кухни уже цароедами пообщался это то есть вот будет какая-то фишка ну фишка у меня и просто я всегда хотел и я думаю что если сделаю у меня будет загородный ресторан загороды то плане что там будет грузинское село вот так и назову грузинское село где будет грузинская архитектура грузинское блюдо грузинские аране грузинское вино там и все свое где человек вот узнает узнает о грузии то все какие там традиции как все это делается как какие дома там какая архитектура ну что такое грузинское село более реально грузии я не хочу там другое направление или там японская там чисто грузинское что люди пришли как музей как ресторан и очень много узнали о грузии вот нечто подобное в запорожье есть струнные театры вот они вот она начинает представление на некой локации да и заканчивая каким-то глюшом еще чего-то пожалуйста покушать у них там свое хозяйство куточки если стрижки которые подозревают эндо и перекочевают только лишь ну да ну вот такое ну там чтобы морали там вины погреб где вот эти клининые посуды где вину держится ну вот я хочу вот сто процентов приблизить грузии но это большая территория вы говорите архитектура это значит несколько строений то есть это ну вот такой я хочу я вижу свой ресторан